Время новостей на Абаза ТВ. С вами Рустам Зонтария. Здравствуйте. Коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четверть века в основе государства. В честь 25-летия принятия Конституции Абхазии глава государства президент Рауль Хаджимба поздравил судей Конституционного суда республики. Во встрече также приняли участие вице-президент Аслан Барцец, премьер-министр Валерий Бганба и спикер парламента Валерий Кварчия. Председатель Конституционного суда Нурей Тания рассказал о работе, проделанной за полтора года, поделился надеждами и планами на будущее. Репортаж Надежды Боровиковой. Конституция Абхазии была принята 26 ноября 1994 года на сессии Верховного Совета. Все мы помним непростые времена, когда Грузия вернулась к Конституции 21-го года, когда правовые отношения между Абхазией и Грузией были разорваны. Мы помним и действия, предпринятые нашим руководством во главе с Владиславом Арзенба по выходу из этой ситуации, и дальнейшую работу над документом, который в 1994 году стал основополагающим для нашего государства. Такими словами, глава государства Рауль Хаджимба открыл встречу с судьями Конституционного суда республики. За 25-летнюю историю существования Конституции Республики Абхазия, она доказала свою жизнеспособность, сбалансированность и результативность. И мы тому сами свидетели с вами. Да, есть определенные вопросы, связанные с темой соответствующих конституционных реформ. Они проводятся, и благодаря как раз таки начальному этапу этих работ в период 13-14-15-е годы были созданы условия для того, чтобы появился Конституционный суд Республики Абхазия. Работа по созданию Конституционного суда началась еще в 2014 году, когда соответствующие поправки были приняты депутатами Народного собрания. Окончательно суд был сформирован 27 февраля 2018 года в составе пяти судей под председательством Нурия Тания. В основном на первом этапе у нас больше решений, связанные с конституционным истолкованием. В основном толкуем Конституцию, потому что не каждый орган знает, чем занимается сегодня Конституционный суд. И в этой связи мы стараемся в описательной части говорить о истолковании законов нашей Конституции, чем прямое признание неконституционности. Хотел бы привести пример. Единственное дело, мы в открытом судебном заседании с участием сторон рассматривали закон о кабинете министров. Мы признали данный закон в части пункта 7, касающийся граждан, которые беспричинно могли и незаконно должны были при смене правительства уволены, занимая их должностей, даже и недолжностные лица. Мы этот закон, конечно, признали в этой части неконституционным и направили в парламент для того, чтобы приняли новый закон в этой части о пересмотре данного закона положения. Спикер парламента Валерий Кварчия и премьер-министр Валерий Бганба еще в составе золотого парламента голосовали за принятие Конституции. Поправки в Конституцию парламент вносил в 2014 и 2016 годах, также при участии Валерия Кварчия и Валерия Бганба. Поправки в Конституции. Субтитры создавал DimaTorzok За полтора года с момента формирования Конституционного суда судьями рассмотрено 19 обращений. Из них часть по жалобам граждан, другие запросы судов и иных организаций. Пользуясь случаем, председатель Конституционного суда Нурий Тания напомнил, что в Абхазии все еще нет своего закона о Конституционном суде. У нас закон о судебной власти и Кодекса Республики Абхазия Конституционной юрисдикции нигде в практике мировой мы это не встречали. И они, честно говоря, говорят, что вам нужно иметь свой закон, чтобы вы могли свободно, независимо от других органов выносить свои решения. Мы проработали данный вариант, закончили два проекта. Если будет такая возможность, мы вам на днях пришлем наш проект. Если вы будете одобрить этот проект, и в порядке законодательной инициативы мы это не обладаем, через вас, если пойдет парламент, то я просил бы парламент, чтобы вы рассмотрели наш закон. Судьи Конституционного суда Абхазии регулярно совершают рабочие визиты к коллегам из России. Проблемы Конституционного правосудия уже успели обсудить в Северной Осетии, Адыгее и в Москве, в Конституционном суде Российской Федерации. Надежда Боровикова, Раму Камкия, Абаза ТВ. Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня принятия Конституции Республики Абхазия, вечером 25 ноября состоялось в Абхазской государственной филармонии. Видеоотчет с мероприятия смотрите в нашем эфире во вторник, 26 августа, непосредственно в День Конституции. Поздравил народ Абхазии с Днем Конституции председатель Высшего Совета Всемирного Абхаза-Абазинского Конгресса Мусаик Зеков. Сегодня Республика Абхазия – международно признанное суверенное государство. Важно осознавать ответственность за будущее республики перед нынешним и будущим поколениями, беречь ценности провозглашенной Конституции и помнить, что благополучие населения зависит от способности находить новые решения для создания сильной экономики, модернизации демократических институтов, повышения эффективности функционирования органов власти. Убежден, что дальнейшее укрепление конституционных ценностей станет надежным залогом будущих достижений Республики Абхазия и приведет к благосостоянию народа Абсне. Отмечается, в частности, в поздравлении Экзекова. К другим темам. Форум народного единства Абхазии обращается к депутатам Народного собрания парламента, выдвинутым от партии, с предложением инициировать безотлагательное рассмотрение и принятие законопроекта по борьбе с организованной преступностью, который был представлен высший законодательный орган страны президентом Раулем Хаджимба еще в марте 2019 года. Об этом говорится в заявлении Республиканской политической партии Форум народного единства в связи с перестрелкой с убитыми и ранеными в центре столицы 22 ноября. Данный проект закона предусматривает внесение поправок в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы республики с целью усиления борьбы с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом. Документ призван дополнить уголовный кодекс новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений. ФНИА считает уместным обратиться ко всем депутатам парламента с вопросом, что им мешает ускорить обсуждение данного законопроекта. Затягивание крайне злободневной проблемы уважаемыми народными избранниками под каким бы то ни было предлогом может усугубить и без того сложную криминогенную обстановку. Борьба с организованной преступностью – общая задача законодательной и исполнительной власти, отмечается в заявлении партии. Оперативное вмешательство невозможно. Абхазские медики в понедельник в ходе брифинга в республиканской больнице рассказали о состоянии здоровья пострадавшей во время перестрелки в Сухуми 22 ноября Доминики Акертава. Первый заместитель министра здравоохранения и соцобеспечения Абхазии Алхас Канджария отметил, что транспортировка девушки в зарубежные клиники невозможна. Более того, в этом нет смысла, так как провести ей операцию также не представляется возможным. Организм пациентки не в состоянии самостоятельно поддерживать давление. Это происходит за счет медикаментозного воздействия. Как рассказала нейрохирург Кристина Бения, состояние Акертава оценивается как кома третьей степени, самое тяжелое. Медик также подчеркнула, что абхазские врачи отправили рентгеновские снимки пациентке, выписки из истории ее болезни российским коллегам, которые ответили, что в такой ситуации они ничем помочь не могут. Состояние больной на сегодня крайне тяжелое. Уровень сознания оценивается как кома-3. Это крайняя степень комы, самая тяжелая из всех видов. Травма обусловлена, естественно, огнестрельным сквозным проникающим ранением черепа. На момент поступления, с момента поступления состояние девочки остается крайне тяжелым, несмотря на то, что проводятся все необходимые мероприятия по восстановлению нарушенных функций. Что касается хирургического вмешательства по поводу ранения в голову, к сожалению, ситуация такая, что невозможно хирургически исправить имеющуюся ситуацию. То, что прозвучало в интернете, что российские врачи и нейрохирурги могут приехать и оказать необходимую помощь, то мы отправляли снимки пациентке, выписку из истории болезни с ее состоянием на нынешний момент. И тоже получили ответ, который мы и предполагали, что, к сожалению, они не смогут тоже ничего сделать в ее ситуации, что необходимости приезжать сюда нет. По данным клиника инструментальных лабораторных методов исследования, тяжесть состояния нашей пациентки Доминики обусловлена последствиями тяжелого огнестрельного ранения с повреждением головного мозга, переносимым гиповолимическим нейрогенным шоком. Травматический шок, геморрагический шок. Состояние крайне тяжелое. Конечно, всем нам хочется услышать, чтобы мы говорили, точнее, родным, близким и для СМИ, что идет какая-то положительная динамика. Увы, к нашему, как говорится, разочарованию мы не можем этого сегодня вам сказать. Девочка остается крайне тяжелой. На предмет транспортабельности она нетранспортабельна. Как говорила до меня доктор-наэрохирург, связывались не только с институтом Бурденко. Мне звонили мои коллеги-наэрохирурги с Греции. То есть все эти данные они также имеют. И с тактикой ведения пациентки с такой тяжелой травмой они согласны. Все, что возможно сделать в наших условиях, мы делали, делаем и будем делать. Если бы мы этого не делали, наверное, мы бы с вами сейчас о ней не говорили и не беспокоились бы. Очень много людей подключены к тому, чтобы как-то помочь. Все, что касается медикаментов, с первого дня, с момента поступления в республиканскую больницу, в отделение реанимации, все препараты, все медикаменты обеспечивает нас наша больница. Все переживаем. Вы знаете, мы тоже хотим чудеса. Мы верим в эти чудеса. И очень хочется, чтобы наша пациентка дала нам какой-то положительный сдвиг. Но, увы, этого пока нет. Просто надо реально смотреть, что она крайне тяжелая. И бывают случаи, что травма просто несовместима с жизнью. Как не тяжело это слушать и говорить мне, но это реальная действительность. Между тем, прокуратурой города Сухом возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лица, общепасным способом, совершенная группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенная группой лиц по предварительному сговору, сообщает Генпрокуратура Абхазии. Создана оперативно-следственная группа, проведен осмотр места происшествия и прилегающих территорий. Следователями и криминалистами с места происшествия изъяты образцы крови и более 80 стрелянных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 и 5 гильз от пистолета неустановленного образца. На данный момент другой информации у МВД по поводу происшествия нет. Мы следим за развитием событий. В Сухуме состоялся строевой смотр личного состава нового медицинского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Министр ПЧС Лев Квициния поблагодарил сотрудников управления и отметил, что управление оправдало свою необходимость тем, что всего за два месяца его существования состоялось 93 выезда для оказания помощи пострадавшим. В распоряжении медуправления автомобиль скорой помощи, реанимобиль и вертолет Ми-2, оснащенные дыхательным аппаратом для искусственной вентиляции легких, кислородными баллонами, а также носилками и мониторами. По словам начальника медицинского управления МЧС Республики Анзора Гоова, медуправление пока охватывает только Сухумский район, но ожидается кадровое и техническое пополнение, чтобы подразделение могло осуществлять выезды и в другие районы Абхазии. Государственная инспекция по карантину растений запрещает трансграничное перемещение всех видов эвкалиптов, вывозимых с территории Абхазии в связи с угрозой массового распространения на территории Республики карантинного вредителя афилимуса, эвкалиптовой листобложки, опасных для эвкалиптовых деревьев. Как сообщается на сайте госинспекции, контроль за исполнением запрета возложен на начальников пограничных карантинных фитосанитарных инспекторов контрольно-пропускных пунктов ПСОУ и ГАУ. Главное культурное событие сезона – Международный фестиваль искусств «Стоянка человека», названный по одноименному рассказу одного из крупнейших писателей 20 века Фазиля Искандера в Абхазии стал уже доброй традицией. В этом году, 25-26 ноября, при поддержке Министерства культуры, он проходит в Сухуми уже в пятый раз и приурочен к 90-летию классика. Открыл программу пятого международного фестиваля Абхазский государственный университет. Абхазское сердце русского текста. Международная научная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Фазиля Искандера, открылась в Абхазском государственном университете «феноменом двух культур» называют абхазского писателя, творившего на русском языке. Ученые и студенты друзья Фазиля Абдуловича цитировали и анализировали его рассказы, вспоминали героев и самого автора. Подробности в репортаже Марианны Котовой. «Я русский писатель, но певец Абхазии», заявлял о себе Фазиль Искандер, и в этом заключается его феномен двух культур. Об этом феномене рассуждали его друзья и следователи, студенты АГУ в стенах университета в ходе международной научной конференции, посвященной 90-летию Искандера. Цитируя писателя, ректор АГУ Алеку Гварами попытался проиллюстрировать мастерство Фазиля Абдуловича, считывать людей, проникать в самые глубины сознания своих современников и вычленять оттуда национальные черты, вписывающие абхазов особыми красками в контекст мировой культуры и истории. «Нет большего наслаждения, как говорить о некоторых странных привычках знакомых. Ведь мы об этом говорим, как бы прислушиваясь к собственной здоровой нормальности. И в то же время подразумеваем, что и мы могли бы позволить себе такого рода отклонения. Но не хотим. Нам это ни к чему. А может быть, все-таки хотим». Олег Угварами, разоткровенничавшись перед аудиторией, раскрыл секрет своего успеха в большинстве переговоров и встреч. Как признался ректор Абхазского государственного университета, перед важными встречами он всегда перечитывает особенно любимые цитаты из Фазилия Искандера, наполненные непроцеженной мудростью. «У меня в кабинете все такие ярчайшие высказывания Фазилия Абдуловича. И небольшой секрет, когда ко мне, значит, планируется приход различных людей, не только из Абхазии, из других стран. Я сначала пойду, почитаю Фазилия, а потом начинаю прием». «Не все правдивое смешно, но все смешное правдиво, так считал Искандер. Он умел даже совсем грустные вещи показывать так, что читатель смеялся, пусть даже сквозь слезы. Так говорят исследователи творчества писателя. «Механизм вот этот сталинского доносительства, показывает Искандер, уже дошел и до Абхазского села. И старику грозит высылка в Сибирь. Но тут мудрецы абхазские подняли всю информацию и нашли, оказывается, свидетельство о том, что вот этот самый чиновник из райкома, который был к ним прислан для расследования этого дела, является родственником тети Шабата Лазбой. Поскольку он родственник, то это не по-родственному будет отсылать старика в Сибирь». Писал Искандер в основном на русском языке. Несмотря на то, что он по собственному признанию владел техникой русской речи искуснее, абхазский язык классик считал родным. А его герои, говоря с читателем по-русски, все равно передавали свой национальный колорит и дух, так как в ткани русского текста билось абхазское сердце. «На каком бы языке автор ни писал художественное произведение о своем народе, мышление его питается прежде всего национальным сознанием. Оно интуитивно, внутренне обращается к области национального специфического мира». Сегодня Искандер воспринимается не просто как писатель, заэнциклопедировавший абхазскую жизнь, но как источник мудрости и силы, чтобы удерживаться в любых реалиях. «Для современного молодого человека обращение к творчеству Фазеля Абдуловича это не только способ получения знаний, знаний, современных, новых, модернизированных знаний, но и способ обретения устойчивости, что очень важно с точки зрения современного мира, для которого характерна эрозия нравственных ценностей, релятивизм, разложение традиционного общества. В этом отношении, когда молодой человек обращается к творчеству Фазеля Искандера, он обретает устойчивость». Руслан Жопу, близкий друг Искандера, не стал долго рассказывать о Фазеле Абдуловиче. Он отметил масштаб его личности его же цитатой. «Слепой духом на оба глаза думает только о своем спасении. И, конечно, он погибнет, и Карамель погибнет. Слепой духом на один глаз думает о спасении себя и своей семьи. И они тоже, к сожалению, погибнут. И вот зрячий духом на оба глаза будет думать о спасении всех. И тогда есть шанс, что все спасутся». Значит, я экстраполирую это на... Каким же все же писателем был Искандер? Абхазским, русским? Искандер был зрячий на оба глаза. Он думал и о спасении Абхазии, и о спасении России, и о спасении всего мира. И тот, кто это увидит, тот сможет правильно его понять. Искандер знал, что значит стыдиться за проступки других людей. Самые совестливые его персонажи лично переживали подлость, совершенную другими. В стихотворении «Моцарт и Сальери» он ярко описал этот механизм неспособности добродетели на сопротивление. «Вино отравлено, об этом Моцарт знал, но думал об иной потере. Вино отравлено. Чего же Моцарт ждал, на узкое лицо не глядя? В слезах раскаяния и в дребезгий бокал Сальери бросится в объятия? Вино отравлено. Печали ничего, распахнутые в звезды двери. Взгляд не Сальери прячет от него, но Моцарт прячет от Сальери. Вино отравлено. А Моцарт медлил, ждал, но не пронзила горькая услада раскаяния рыдающих орал. Тогда тем более выпить надо. Все кончено. Не отвратим финал. Теперь спешил он скорбный час приблизить. Чуть запрокинувшись он осушил бокал, чтобы собрата взглядом не унизить. Стихи Искандера читали студентки первого курса филологического факультета уже в другой аудитории. Имени Фазеля Искандера. Кабинет украсили портретами писателя, его цитатами. А на главной стене разместили карту Сухома. А если быть совсем точным, Мохуса. Самого настоящего из всех вымышленных городов литературной вселенной. Мария Анна Котова, Турник Амичба, Абаза ТВ. Фазели и его окрестности. Фотовыставка с таким названием открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме. Мероприятие посетили премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, министр культуры Эльвер Арсалия, друзья и близкие писателя, поклонники его творчества. Слово Сарии Смэр. В Центральном выставочном зале сегодня по-особенному тепло и уютно. Неудивительно, ведь на всех этих фотографиях изображен человек, который сумел завоевать всеобщую любовь народа. Наш Фазиль. Так о нем отзываются все без исключения. Сегодня этого человека особенно не хватает его друзьями-родственникам. Они признаются, воспоминания, связанные с Фазилем, самые теплые и яркие. Сандра Аршба, внучадая племянница Скандера, была частым гостем в Доме писателя в Москве. Она хорошо помнит каждый день, проведенный рядом с ним. Добродушный, веселый, казалась даже моментами беззаботной, всегда с какими-то новыми, позитивными историями. Но чаще всего он любил слушать, сам слушать истории. Когда меня пригласили сюда, я вначале очень обрадовалась, но сегодня я уже, вспоминая наши походы в гости и наши вечера долгие, я немножко даже прослезилась, потому что как-то так получилось, что я переехала сюда и уже его реже стала видеть. И последний раз я его видела практически перед самой смертью. Естественно, утрата колоссальная, и поэтому, да, это навеяло на меня печаль. Именно атмосферы Фазиля Искандера очень не хватает, потому что, когда ты попадаешь к нему домой, ты попадаешь в определенную компанию, в определенную атмосферу, где веет диплом и любовью к своим родственникам и к Абхазии в целом. На выставке представлено более 50 фотографий. Перед глазами проходит целая жизнь писателя. Здесь все, кого любил Фазиль, с кем он дружил и кем дорожил. Из всего этого списка нельзя не выделить фотографии, сделанные на золотой свадьбе Искандера и его супруге Антонины Михайловны. Здесь есть и серия снимков, которая впервые представлена широкой публике. На многих материалах Фазиль в своей квартире за рабочим столом. А вот на этих снимках он с известнейшими людьми России. В центре внимания, несомненно, фотографии с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Уже в сотый раз, рассматривая, казалось бы, знакомые всем фото, посетители обуревали разные эмоции. Но объединяет их одно – они все гордятся своим соотечественникам. Мы все очень любили Фазиля. Это душа Абхазии, это сердце Абхазии. И большое спасибо, кто организовал такую выставку и нам доставил такое удовольствие. Это вся Абхазия. Фазиль, считайте, это вся Абхазия. Благодаря Фазилю Искандеру весь мир знает Абхазию. Фестиваль «Стоянка человека» в Абхазии проходит уже пять лет. Однако фото-выставка была организована впервые. По словам куратора фестиваля Щезины Агарба, это возможность еще больше рассказать о писателе. Здесь разные персонажи. Особенно надо обратить внимание на совершенно звездных людей. Это и Петров, и Тодоровский, Герман, Битов и так далее. Потому что Фазиль, безусловно, был звездой, но как небосклон не состоит из одной звезды, а состоит из звезд. Вот тут есть россыпь. Необыкновенный это россыпь совершенно звездных людей и его друзей. Есть очень интересная коллекция цветных фотографий. Фотографии вот после награждения Фазиля государственной премии в Кремле. Когда Фазиль Абдулович зашел в этот зал, полный кремлевский зал, не знаю, с кого началось, вдруг встал и стал аплодировать. Я никогда не слышала такой шквал аплодисментов ни на каком концерте. И мне показалось, что все присутствующие люди на эти несколько минут стали лучше, чем были до и после. То есть Фазиль не только нас. Он может мощью своей взбодрить огромное количество людей. Несмотря на то, что большую часть своей жизни Фазиль Абдулович прожил в Москве, его всегда тянуло на родину. В Абхазии у него было много друзей. Преподаватель абхазского языка в очно-заочной школе Ладико Адлиба. Знал писателя с малых лет. Историю знакомства с Фазилем он рассказал нам лично. В руках у него фотография, на которой писатель запечатлен в младенчестве. Это Шаадат, один из братьев Сандро. Сандро в жизни он Сико, Сико Мишеля, родной дядя его. Здесь, значит, на колени Татьяна Цкуа держит Фазиля. Ему нет еще года. Это 29-й год, идет 30-й. А я живу рядом с дядей Сандро. 80 шагов я шагами измерил в Новьеме. Тот же дом, где Сандро принимает гостей самого Фазиля. Многие наши здесь, в Сухове, не знают, что этот район и этот дом описан с документальной точностью. 77-го года я бывал в него в московской квартире, он меня принимал. Поэтому Шня Ласуря с Фазилем Искандером связывает множество воспоминаний. Эти фотографии были сделаны еще в 60-е годы 20-го века в Сухове. Это было время, когда друзья чаще виделись. Фазиль очень любил, уважал меня. Это еще по той причине, что до нашего знакомства он был знаком и был близок к Алексею Ласурне. И вот с этого времени, как его друга не стало, как однофамильца, как близкого, он меня очень сердечно принимал. Эти фотографии, история их такова. Значит, дело было в 68-м году, так я помню. И был я на берегу, возле нашей Брехаловки. Фазиль шел с Красного моста, и он рыбу одну такую большую нес. И все окружили его, удивились, как, где поймал. Он фантазировал там как и так далее, а мне по-абхазски пошукал. Я там купил, говорит, это совсем недалеко отсюда. А здесь стоит Акебей Харсайя, которого уже мало кто помнит. Выставка Фазиль и его окрестности в Центральном выставочном зале Союза художников открыта для посетителей до 5 декабря. Сария Смыр, Сосруба Гухава, Абаза ТВ. Вечером 25 ноября в Государственном русском театре драмы почитателей творчества писателя собрала премьера фильма «День жизни» или «Фазиль Искандер». Заключительная часть документальной трилогии о Фазиле Искандере. Режиссер картины Ибрагим Чкадуа. Смотрите его в нашем эфире после выпуска новостей. 26 ноября Сухумский дом юношества организует посадку саженцев. Эвкалипта на столичной набережной посадят молодые эвкалипты своими руками участники фестиваля. Чуть позже в самом СДЮ пройдет ежегодный конкурс детского рисунка «Грушевый компот» по произведениям Фазиля Искандера. «Вообще эвкалипт очень быстро растет, и каждый, кто хочет чувствовать себя взволнованным патриархом, может посадить эвкалипт и дождаться его высокой, позвякивающей, как елочные игрушки кроны», писал Искандер в своем начале. Лидер Народной партии Абхазии, известный политик и общественный деятель Якуб Лакоба награжден Международной премией Императорского православного палестинского общества. Об этом Абстнепресс сообщил зампредседателя СМД при МИД Абхазии Инар Ладария. Церемония вручения наград состоялась в Москве в Доме русского зарубежья имени Солженицына. Наградами отметили наиболее значимые заслуги в патриотическом воспитании, благотворительности, милосердии и гуманитарном образовании молодежного молодого поколения. Якуб Лакоба стал лауреатом премии в номинации «Патриотическое воспитание молодежи». Подобной авторитетной международной премией представитель Абхазии награждается впервые. Упразднить как негуманный, ужесточить наказание за жестокое обращение с животными и отменить отстрел. С таким предложением выступили зоозащитники республики на встрече с депутатами парламента. Существующий на сегодняшний день негуманный способ борьбы с бездомными животными не решает проблему их популяции на улицах республики, и убеждены представители Организации по защите животных. Как планируют решить данный вопрос в репортаже Виолы Барганджи. Карина Колпакчан уже не первый год борется с отменой отстрела в республике. По мнению зоозащитницы, такой негуманный способ уменьшить число собак на улицах страны результатов не дает. Как отмечает девушка, тут поможет только стерилизация. Отстрел ведется уже на протяжении 25 лет, но, как мы видим, он никакого эффекта не приносит. Потому что собаки размножаются, безответственные люди всех выбрасывают и выбрасывают на улицы города. И вот создают нам такую ситуацию, потому что собаки не появляются из ниоткуда. Их обязательно должен кто-то выбросить и выбрасывают их безответственные люди. И, конечно же, в законе нужно прописать обязательно о штрафах и безответственных отношениях к животным. Что каждый человек, если будет знать, что за свою безответственность он либо будет оштрафован, либо понесет какое-то административное наказание, он уже задумается перед тем, взять ли вообще это животное. Такой законопроект, исключающий также отстрел животных, по словам депутата парламента Лошашуба, находится на стадии разработки. Принять его проблем не составит. Сложности могут возникнуть в исполнении нормы. Что касается закона, конечно, мы можем, что называется, с закрытыми глазами принять его в первом чтении. Но у нас есть, допустим, было положение о защите животных от жестокого обращения. До сегодняшнего дня это положение не исполнялось. Принять очередной мертворожденный закон, ну, я думаю, что будет неправильным и будет неполезным для данного дела. Другой вопрос, значит, обсудить этот закон со всеми заинтересованными ведомствами, о чем говорил господин Джокуа. Смотреть правде в глаза и сказать честно о том, что государство много денег на решение этой проблемы на сегодняшний день, скорее всего, не выделит. Но идти по направлению решения данного вопроса, например, перераспределить деньги, которые выделяет администрация на спецавтохозяйство, на отстрел собак, это до 900 тысяч рублей. Я думаю, было бы серьезным подспорьем для стерилизации, организации приютов. О необходимости стерилизации животных говорила и ветеринарный врач Ирина Киреева. По ее словам, привитая собака не может быть опасна для общества. Она не образует стаи и не является переносчиком различных инфекций. Вы отстреливаете, выкинули новых. Вопрос, в первую очередь, образования общества, объяснения пользы стерилизации для здоровья конкретного животного. И, в принципе, если это будет более доступно программой стерилизации, надо людям объяснять, и люди пойдут и будут стерилизованы, будут выкинуть щенков. Во-вторых, проблема для меня, да, как бы я на собачьей странице, то, что собаки болеют, то, что собаки страдают, то, что их сбивают машины. Опять же, потому что их много, потому что им приходится бегать, искать еду и так далее. Естественно, проблема в том, что теоретически они могут заразить людей, потому что они не привиты. Все инфекции, которые собака может передать смертельно опасным человеком, они вакцинируются. Вакцинация от бешенства, чтобы создать защитный титр, чтобы защитить от заражения, достаточно делать раз в три года современные вакцины. Учитывая привязательность, что у людей собаки на улице, это две вакцины в титр. Это элементарно. Это просто надо делать. И надо, чтобы была информация о шейнике, адреснике, чипе, все что угодно, чтобы была информация, что эта собака безопасна для человека. Что она вакцинирована, она не болеет и заразиться она не может. Важность стерилизации и отмену отстрела животных поддержали практически все присутствующие на встрече. Однако, когда именно будет принят такой закон, пока остается неизвестным. Мы продолжаем нашу новую рубрику «Время районных новостей», где предлагаем вашему вниманию наиболее актуальные материалы телеканалов Гагра-ТВ, Гал-ТВ и Гудаута-ТВ. Смотрите их в нашем сегодняшнем эфире. И в завершении выпуска прогноз погоды. Субтитры предоставил DimaTorzok На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире.